Посмотрите, вот фундаменты, кирпичи. Они кирпичные раньше делались, фундаменты, да, кирпичи. Выкрашиваются, сюда идет вода под фундамент. То есть они оголили фундаменты. Это дом купца Морозова. Зданию более ста лет. Сейчас его реставрируют, чтобы открыть музей. А это котлован, который вырыли рядом с историческим зданием. Два года назад планировалось построить на этом месте парковку для зрителей театра кукол и концертного зала «Сибирь». В прошлом году стало понятно, что проект невозможно реализовать. Стройка, которой занималась компания «Селф», встала на паузу. Лично я не считаю виноватым «Селфом», как таковым, потому что «Селф» изначально работает по проектной документации. Любая строительная организация, которая выигрывает тендер, она работает по проектной организации. Мы твердо убеждены в том, что здесь виноваты проектировщики и экспертиза проекта. Непонятно, как вообще такой проект прошел экспертизу. Куда смотрит Алтай охранкультура? За два года никто не ликвидировал последствия стройки. Если в историческом здании вдруг произойдет возгорание, то пожарная машина не сможет проехать ни через эту арку, ни через арку с другой стороны здания. Здесь, на месте котлована, тоже тупиковая ситуация. Получается, в случае пожара людям просто придется бегать с ведрами, тушить огонь. Собственник здания обращался в прокуратуру, официальные ведомства и везде получал формальные отписки. Все сделано по проекту. И сегодня ясно, по проекту перспективы мрачные. Воды идут, плит отходят. Мы в этом году стали устанавливать маяки и в среднем где-то у нас получилось движение плит. Где-то от 3 до 5 миллиметров за где-то 2-3 месяца. Получается, оно все вот так вот в котлованы скатывается? Да, получается, что скатывается в котлованы. Обвал вот этого торца, обвал вот здесь и обвал вот того торца тоже, где разобрано. То есть это может привести, да, и вот этого Ленина 5 тоже. То есть это может привести просто к трагедии, в том числе небезопасной для человеческих жизней. Сейчас вот осенью, да, дожди все это, весной опять снега пойдут, это еще сильнее будет погибать. Ну и я так понимаю, следующий сезон летний, он критический. Сейчас неизвестно, возобновлят ли когда-нибудь стройку парковки. А самое главное, что будет с домом купца Морозова. В свое время здание пережило две эпохи – предпринимательство и репрессии. Сейчас, судя по этому котловану, дом переживает эпоху безответственности. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok